Представьте себе место, где гигантские каменные блоки, каждый из которых весит больше, чем полностью загруженный авиалайнер, уложены с такой точностью, что между ними не пролезет даже лезвие. Эти камни настолько огромны, что их масса в 1650 тонн сравнима с целым стадом слонов. И самое поразительное, всё это было создано тысячи лет назад, задолго до появления кранов, грузовиков и даже простейших механизмов. Это не фантазия, это реальность. Храмовый комплекс Бальбек в долине Быка, Ливан. Сегодня мы погрузимся в одну из величайших загадок человечества. Кто, как и зачем построил эти невероятные сооружения? И почему даже современные инженеры разводят руками, пытаясь объяснить технологии древних? Бальбек — это не просто руины. Это место, которое заставляет нас переосмыслить историю, технологии и, возможно, даже наши представления о прошлом человечества. Давайте отправимся в путешествие по этому древнему городу, разберём его тайны, раскроем малоизвестные факты и попробуем понять, что делает Бальбек таким уникальным. Поехали. Чтобы понять Бальбек, нужно сначала заглянуть в его прошлое. Долина Бека, где расположен комплекс, тысячелетиями была перекрёстком цивилизаций. Ещё в третьем тысячелетии до н.э. здесь жили финикийцы, которые называли это место Балат, в честь своего бога Бала, покровителя плодородия и грозы. Уже тогда, по археологическим данным, здесь могли существовать святилища, хотя их следы почти не сохранились. Но именно финикийцы заложили духовный фундамент Бальбека как сакрального центра. В IV веке до н.э. сюда приходит Александр Македонский. Он переименовывает город в Гелиополь, что в переводе с греческого означает «город солнца». Это название не случайно. Культ солнца был центральным в регионе, и Бальбек становится важным религиозным и культурным узлом эллинистического мира. Но настоящий расцвет наступает позже, с приходом римлян в I веке до н.э. Римская империя, как известно, не жалела ресурсов на демонстрацию своего величия. И Бальбек стал одним из самых амбициозных ее проектов. Здесь возводятся грандиозные храмы, посвященные Юпитеру, Бахусу и Венере. Храм Юпитера был настолько масштабным, что его подиум поддерживали 54 колонны, каждая весом около 400 тонн и высотой с семиэтажный дом. Даже сегодня, когда от храма остались лишь несколько колонн, они производят ошеломляющее впечатление. А храм Бахуса, который сохранился лучше, поражает своей изысканной резьбой. Каждая деталь, от виноградных лоз до мифологических сцен, вырезана с ювелирной точностью. Но Бальбек был не только религиозным центром. Это был город, где пересекались торговые пути, где собирались философы, жрецы и политики. Храмы служили не только местом поклонения, но и символом римской мощи, которая простиралась так далеко от вечного города. И все же, несмотря на все великолепие римской архитектуры, главная загадка Бальбека – это не храмы, а то, что лежит в их основании. Теперь давайте перейдем к самому интригующему аспекту Бальбека – его мегалитам. На подиуме храма Юпитера лежат каменные блоки, которые называют трилитоном. Каждый из них весит около 800 тонн, а их размеры – 21 метр в длину, 5 метров в высоту и 4 метра в ширину. Это уже само по себе невероятно, но еще более поразительно то, как эти блоки уложены. Они подогнаны друг к другу с такой точностью, что между ними невозможно просунуть даже лист бумаги. И это не единичный случай. В карьере неподалеку находится так называемый «камень беременной женщины». Монолит весом около 1000 тонн, который так и не был перемещен на место строительства. Но настоящий шок пришел в 2014 году, когда археологи обнаружили еще один камень в том же карьере. Его вес оценили в 1650 тонн. Это самый тяжелый обработанный камень, когда-либо созданный человеком. Для сравнения, блоки пирамиды Хеопса в Египте весят в среднем 2,5 тонны, а самые крупные из них – около 80 тонн. Даже современные краны, способные поднимать такие массы, появились только в 20 веке. Как же древние строители справились с этим? Вопрос, который мучает ученых уже столетия, как? Как можно было вырезать, транспортировать и установить такие гигантские блоки без современных технологий? Римляне, конечно, были мастерами инженерии. Они строили акведуки, дороги, колизей. Но даже их технологии, такие как деревянные краны и системы рычагов, не объясняют, как можно было поднять и переместить 1650 тонн камень на расстояние в километр, а затем установить его с миллиметровой точностью. Давайте разберем основные гипотезы. Первая и самая распространенная – это римские технологии. Историки предполагают, что римляне могли использовать комбинацию деревянных кранов, катков и тысяч рабочих. Есть даже свидетельства, что для транспортировки тяжелых колонн они применяли круглые деревянные платформы, которые катились по бревнам. Но проблема в том, что такие методы работают для грузов весом до 400-500 тонн. Для трилитона или камня в 1650 тонн потребовались бы десятки тысяч рабочих, сотни кранов и идеально ровная дорога, которой в долине Бека просто не было. Другая теория связана с более древними цивилизациями. Некоторые археологи считают, что мегалиты Бальбека старше римских храмов и могли быть созданы еще финикийцами или даже неизвестной доисторической культурой. В пользу этой идеи говорит то, что римляне часто строили свои храмы на уже существующих сакральных местах. Возможно, подиум храма Юпитера был возведен задолго до прихода римлян, а они лишь использовали его как фундамент. Но это поднимает еще больше вопросов. Если не римляне, то кто обладал такими технологиями тысячи лет назад? И, конечно, не обойтись без альтернативных гипотез. Некоторые исследователи, такие как Захария Сичин, связывают Бальбек с внеземными цивилизациями. Они указывают на мифы, в которых Бальбек называют местом, где спускались боги. В финикийских легендах упоминаются гиганты, которые помогали строить город. А в Библии есть отсылки к нефилим, мифическим существам, которые могли быть связаны с подобными сооружениями. Конечно, ученые скептически относятся к таким идеям, но они добавляют интриги. А что, если в этих мифах есть доля правды? Давайте копнем чуть глубже и раскроем несколько малоизвестных деталей о Бальбеке, которые редко упоминают в популярных источниках. Во-первых, геология. Камни Бальбека вырезаны из местного известняка, который отличается высокой плотностью. Это значит, что их обработка требовала не только силы, но и невероятной точности. Археологи нашли следы инструментов на некоторых блоках, но они не соответствуют известным римским или финикийским технологиям. Это наводит на мысль о возможном использовании неизвестных методов обработки камня. Во-вторых, астрономическая ориентация. Храм Юпитера, как и многие древние сооружения, был ориентирован по звездам. Некоторые исследователи предполагают, что он мог служить не только религиозным, но и астрономическим целям, возможно, для отслеживания солнцестояний или других небесных событий. Это добавляет еще один слой загадки. Зачем древним строителям понадобилась такая точность? И еще одна деталь — следы эрозии. На некоторых мегалитах видны признаки сильного выветривания, которые указывают на их невероятный возраст. Некоторые ученые считают, что Трилитон может быть старше не только римских храмов, но и финикийских святилищ, уходя корнями в эпоху, о которой мы почти ничего не знаем. Бальбек — это больше, чем просто археологический памятник. Это вызов нашим представлениям о прошлом. Он заставляет нас задуматься, что мы знаем о древних цивилизациях. Могли ли они обладать знаниями, которые мы потеряли? Или, может быть, мы просто недооцениваем их гениальность? Каждый камень Бальбека — это как страница из книги, которую мы еще не научились читать. Для инженеров Бальбек — это загадка, которая вдохновляет на новые открытия. Для историков — ключ к пониманию культурного и технологического развития человечества. А для нас с вами — это напоминание о том, что прошлое полно тайн, которые ждут, чтобы их раскрыли. Бальбек — это место, которое не оставляет равнодушным. Его мегалиты, храмы и легенды заставляют нас задавать вопросы, на которые пока нет ответов. Может быть, через несколько лет археологи найдут новые улики, которые прольют свет на эту загадку. А может быть, ответы уже где-то рядом, в древних текстах или мифах, которые мы пока не воспринимаем всерьез. А что вы думаете? Как древние строители могли создать такое? Были ли это римляне, финикийцы, неизвестная цивилизация или, может, что-то совсем за гранью нашего понимания? Напишите в комментариях свои мысли, давайте обсудим. Если вам понравилось это путешествие в мир загадок Бальбека, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о тайнах прошлого. До встречи в следующей загадке.